В нашем регионе на тысячу жителей в среднем приходится 358 автомобилей. Уровень автомобилизации – это количество легковых автомобилей на тысячу жителей. В развитых странах он активно рос с середины прошлого века. США преодолели рубеж 300 машин в 1940-е годы, Германия – в 1970-е. В СССР динамику сдерживали ограничения на приобретение личного транспорта. В светлом коммунистическом будущем планировалось 150-180 авто на тысячу граждан. В 1990 году на тысячу приходилось лишь 80 автомобилей, в том числе не более 50 частных легковых. Но рост автомобилизации не бесконечен. Науке доказано, что существует пределы автомобилизации. Это 660 автомобилей на тысячу жителей. Еще никто никогда в жизни его не произошел. Как бы плохо ни было, но все равно больше машин на дорогах не будет. Так что, с одной стороны, в Воронеже еще огромный резерв для повышения автомобилизации. Но для того, чтобы автомобили и люди нормально себя чувствовали в этих условиях, конечно, нужно создавать условия. Уровень автомобилизации является важным показателем доходов населения. Многие любят утверждать, что как может плохо жить Россия, если все дворы заставлены машинами. Но есть и другая сторона медали. По уровню автомобилизации населения наша страна далека от благополучных стран. Ведь имеет значение и возраст автопарка в стране. В России среднему автомобилю 12,5 лет. Это, конечно, не Куба, где им в среднем 38 лет, но и не Евросоюз с 8 годами старости. К негативным последствиям автомобилизации относятся загрязнение воздуха и земли вдоль дорог, шум, рост числа ДТП и их жертв. Автомобиль изначально-то задумывался как благо для человечества. Увеличение скорости передвижения, все удобно. И на заре так оно и было. Когда одна машина на весь город ездит, конечно, ей хорошо и удобно. Но автомобилизм принес с собой и много бед. В первую очередь, самое тяжкое, конечно, огромный ущерб. Второй раз в происшествии, когда гибли сотни тысяч людей на дороге, шум, загазованность. И в конечном итоге опять мы пришли к снижению скорости передвижения, к пробкам на дорогах. Вот то, что это на данном этапе развития человечества, мы к этому пришли. Урбанизация и автомобилизация – это два процесса, которые идут рука об руку. В России с 2010 года заметно существенное увеличение населения крупных городов. Во многом за счет внутренней миграции из малых, средних городов и сельской местности. Часто недостаточное качество и развитие услуг общественного пассажирского транспорта в городах приводит к увеличению использования личного транспорта. В то же время более 70% россиян готовы отказаться от машины при определенных условиях. Для того, чтобы это компенсировать, есть реальные рычаги. То есть нужно создать людям условия, чтобы они отказывались от автомобилей. Им было бы удобно жить без машины. То есть не только заставлять людей отказаться от автомобиля, как у нас делается. У нас какие методы применяются? Это платные парковки, выльные полосы, штрафы, непомерные каждую неделю растущие. Вот все это приводит к тому, что людей вынуждают отказаться от машин. И мы сами с удовольствием отказались, если бы были нормальные условия для проживания. О чем я уже говорил выше. Создайте людям все условия непосредственно пешеходной доступности, и многие откажутся от автомобиля. Сегодня автомобилем владеет примерно каждый третий житель нашего региона. И вместе с ростом автомобилизации наблюдается рост автокредитов. Около половины новых легковых машин в нашей стране приобретается в кредит. В 2021 году было выдано рекордное количество займов на покупку авто. Самые большие кредиты берут в Москве, Питере, Московской области, Татарстане и Башкирии. Популярность автокредитов эксперты объясняют двумя причинами. Продлением программы льготного кредитования и ростом цен.